Рассвет этой породы собак пришелся на 50-е годы прошлого столетия, хотя на самом деле это старая аристократическая порода и родом она из Франции. В течение нескольких веков эти собаки жили в Европе, преимущественно во Франции и Бельгии, и как охотничьих их разводили для гона кроликов, зайцев, оленей и другой дичи, которую можно гнать при пешей охоте. Итак, сегодня в программе нашей домашней любимцы речь пойдет о бассетхаунде. На первый взгляд бассетхаунд самый несчастный пес в мире. Всем своим естеством он пробуждает жалость, его хочется погладить и пожалеть. Однако его наружность умиляет только тех, кто не знает собачью сущность. Знатоки говорят, что внешний вид пса не всегда объясняет состояние его души. Лучше обратить внимание на другую часть тела собаки. Хвост – вот что является реальным индикатором настроения вашего питомца. А у бассетхаунда хвост практически всегда весело задран вверх и ходит из стороны в сторону. Так что не нужно заблуждаться. Пусть у бассета очень грустный вид, но эта собака очень жизнерадостная. Этот пес скорее похож не на собаку, а на игрушку или картинку из мультфильма. Несмотря на то, что в настоящее время бассетхаунд в большей степени является домашней породой, по своей сути он настоящий охотник. И он полностью соответствует этому качеству. А об этом гласит само имя бассетхаунда. Оно состоит из двух английских слов. Хаунд в переводе гончая и бассет – такса. Более правильно с французского слова басс переводится как низко, сет – как посаженный, то есть низко посаженная гончая. Само название бассет впервые появилось в письменных источниках в 1558 году. Он является прирожденным французом, хотя позднее и образовались английская и американская его ветви – бассетхаунд. Первоначально речь шла не о бассете, а о длинноногой охотничьей собаки святого Губерта. И лишь затем была выведена ее коротконогая разновидность. Исторические корни порода начали выводить ее монахи в 16 веке во Франции. Потом закончилась формироваться порода уже в Англии в 18 веке, в Великобритании. Поэтому существуют разные точки зрения по поводу происхождения этой породы. Собаки святого Губерта имели мощное туловище и короткие ноги. Бегали они не быстро, но хорошо шли по следу и имели окрас всех цветов. Также отмечалось, что эта собака превосходила другие охотничьи породы при охоте с ружьем, а ее размеры позволяли выгонять дичь на охотника из густых кустарников. Поскольку в средневековой Франции охота была классическим видом спорта, то неудивительно, что многие из этих очень эффективных маленьких гончих оказались исключительно в питомниках аристократии. Но затем революция изменила весь образ жизни, и они рассеялись. Если до революции существовало 12 видов бассетов, то после реставрации монархии их осталось только 5. Бассет фон де Британь, бассет блэ де Гасконь – это древние породы, и для обеих во Франции существует клуб. Бассет де Артуа, бассет де Норманди – эти породы примерно 30 лет назад слились в одну, известную теперь под названием Бассет артезиан Норман и Бассет грифон ван Дан. Предком Бассет Хаунда является Бассет артезиан Норман, который близок к нему по экстерьеру. Две мировые войны не прошли бесследно для этой породы. Она оказалась на грани гибели. В 1939 году в Англии было зарегистрировано 13 бассетов, в 1940 – только 7. Эти 7 бассетов сохранились в условиях войны благодаря известной английской заводчице Мисс Кивилл, которая сумела в дальнейшем увеличить их количество. После войны она посетила Францию и привезла оттуда нескольких бассетов артезиан Норманд для обновления крови английских особей. Существует два окраса бассет хаунда. Это триколор и биколор. Это биколор, это триколор. Что-то ценится больше, что-то меньше или не имеет никакого значения? Значения никакого не имеет. Это кто больше что любит. Бассет – типичный представитель группы западных гонщих. Это тяжелые собаки, низкопереды и широкогруды. Изобилие их кожного покрова проявляется в больших брылях, очень длинных ушах и в значительном количестве складок. У них брыли, да, правильно, большие. Что это влечет за собой? За этим надо уход. Чтобы, попив собака, мочит брыли, поэтому надо брать полотенечко и время от времени это протирать. Все, чтобы не было никаких проблем. Бассет-хаунды обожают испытывать терпение хозяина и, всячески, пытаются перехитрить его. Делают вид, что не слышат его просьбы и отказываются признавать, что уступают ростом остальным породам. В поле они проявляют огромную настойчивость, неторопливо и упорно преследуя дичь. Принадлежность к славному племени охотничьих собак объясняют и некоторые другие стороны сложного и интересного характера Бассета, о котором возникло множество самых неправдоподобных мифов. Несмотря на то, что Бассет-хаунды – это охотничья порода собак, испокон века она была охотничьей, почему-то сейчас у нас появился такой миф об этой собаке, что это декоративная порода. Так ли это? Нет, это не так. Бассет-хаунды остаются охотничьей собакой, то есть он запросто ходит на полевые испытания, может ходить на охоту. Если же человек хочет купить себе просто как друга, он может запросто лежать на диване. Человек должен решить для себя сам, кого он хочет купить – либо охотника, либо компаньона. Многие содержат Бассетов в городских квартирах, но это совсем не значит, что охотничьи навыки собаки атрофируются. Доказательством этого могут служить полевые испытания Бассетов, на которых многие представители породы получают рабочие сертификаты, а многие и по сей день остаются замечательными охотниками. Еще один такой миф о Бассет-хаунде, что это упрямая и трудновоспитуемая собака. Так ли это? Нет, тоже это не соответствует действительности. Бассет очень умный, очень хитрый. Он знает, что как достичь, что как получить от хозяина. Вы можете запросто его воспитать, но имея при себе вкусняшечку. Он будет делать у вас все, что вы захотите. То есть это не та собака, которая воспитывается путем, например, как немецкая овчарка, путем жесткой дрессировки, скажем так. Нет. Вкусняшка, тогда он будет делать все, что вы захотите. Бассет-хаунд не забыл о своем славном охотничьем прошлом. И в самом деле он обожает поездки за город, где в нем просыпается древний инстинкт. В этих случаях он тут же припадает носом к земле, в поисках привлекательных запахов. Если он что-то обнаружит, он становится слеп и глух. Он даже и ухом не поведет на все ваши попытки позвать его. Хоть ты лопни. Это вовсе не означает, что он упрям. Просто это гончая собака, которая должна полностью отдаваться поискам. Такими были его предки, которые выслеживали зверя очень долгое время, рассчитывая только на свою природную смекалку, отвагу и выносливость. Такими и остались современные бассеты. Для этой породы собак упрямство и упорство – достоинство, а не недостаток. Бассет упорен в достижении желаемого, основателен и последователен, но не упрям. Еще один такой миф, ну честно говоря, трудно мне понятный, но почему-то люди думают о том, что бассеты глупы. Неправда. Бассет очень умная собака, очень. У него на все есть своя точка зрения. Единственное, что она может иногда не соответствовать вашей. Но в том-то и прелесть этой породы, что надо понять бассетхаунда, полюбить его таким, какой он есть. И тогда у вас будет настоящий преданный друг. Это интеллектуальная собака, понимающая не только человеческую речь и интонацию, но и чувства. У бассета специфический ум охотника – свой взгляд на жизнь, который нужно уважать. И тогда собака ответит вам безукоризненным послушанием и пониманием. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с внешним выражением. Ну, так бы и сказать, морда как-то нельзя, их собачьего лица. О том, что бассет – это флегматики. Неправда. Тоже бассет, несмотря на то, что он с виду кажется грузным увольнем, он очень активная, очень подвижная собака. Это собака, которая требует постоянных прогулок. Лучше всего, конечно, выезжать в лес, то есть на долгие прогулки. Он очень выносливый. На первый взгляд, из-за коротких ножек он обречен на малоподвижный образ жизни. Но на самом деле бассет очень ловок и вынослив. Покоя от них ждать не приходится. Они постоянно в движении, постоянно исследуют окружающий мир. Бассет Хаунд – отличный спутник человека как в городских условиях, так и в походной жизни. Несмотря на экзотическую внешность, вынослив, терпелив, неприхотлив, готов следовать за хозяином всюду. Как они с окружающими вообще себя чувствуют, не только с окружающими людьми, а в социуме живут с животными? Ну вот если, допустим, берут семью бассет Хаунда, там еще есть собаки, есть коты, есть там птички или еще что-то. Как он реагирует на других, на соседей на своих? Очень адекватно реагируют, уживаются абсолютно с любыми животными. И с котами, и с собаками, и с попугайчиками, с кем хотите. Очень они любят детей, то есть семьи, у которых есть маленькие дети, я могла бы порекомендовать даже. Потому что у нас есть маленький внук, они его, так сказать, выненчили. Бассет Хаунд обожает уют, быстро привыкает к комфорту и с трудом меняет установившиеся привычки. Как надо воспитывать бассет Хаунда? Прежде всего, прежде чем взять эту породу, вам надо необходимо почитать о этой породе. Это не та порода, которая будет полдня вам охранять тапочки, приносить кофе в постель. То есть бассет Хаунд – это не служебная собака, это больше собака-компаньон. И беря в семью щенка бассет Хаунда, вы должны относиться к нему как к полноправному члену семьи, как к человеку, скажем так, но не как к собаке. И тогда у вас все сложится. Если в деревне бассет Хаунда может позволить себе думать только своей головой, то в городе его нужно приучить считаться с вами. Этого добиться нелегко, но возможно. Прежде всего, собаки – животные социальные, привычные к подчинению сильному, либо тут же занимающие вакантное место вожака. И здесь уж вам решать, какую роль вы изберете для себя в вашей стае. Если бассет почувствует, что может свергнуть вожака, он сразу же воспользуется этим шансом и уступит место, возможно, в результате сложной и неприятной для обеих сторон войне. Еще хочу обратить внимание, что люди, которые покупают щенка бассет Хаунда, должны знать, что бассет Хаунды – это клиптоманы. И вы ничего с этим не сделаете. Воруют? Воруют. Причем единственный способ, так сказать, избежать этого – это вы не должны оставлять на видном месте то, что не хотите, чтобы было съедено. Это единственный способ. Потому что ругать бассет Хаунда за то, что он что-то украл – это бесполезно. Это у них в крови. Очевидно, что имеем мощную комплекцию, достаточную подвижность, бассет Хаунд потребует чрезмерно большой порции пищи. Но не столько, сколько может понадобиться бассету. Бассет Обжора. Готов есть 24 часа в сутки и проявляет интерес ко всему съедобному. Крутится вокруг детей, выпрашивая лакомства, которые ему очень вредны. Покушать они любят. Они склонны к полноте. Поэтому их питание должно быть четко сбалансировано. Переедать собачкам нельзя. Не надо поддаваться на провокацию. То есть собачка должна четко знать свое место, когда она кушает. Возле стола прикармливать собаку абсолютно не надо. Избыточный вес губителен для позвоночника и конечностей собаки. Поэтому следует обсудить диету с ветеринаром. И вы не ошибаетесь, если будете игнорировать умаляющие бесстыдные взгляды. Несмотря на то, что бассет хаунды коротколапые собаки, они довольно-таки увесистые. Поэтому каждый человек, который приобретает щенка бассет хаунда, должен знать, что до полугода щенку нельзя спускаться самому по ступенькам. То есть надо предполагать, что до полугода вы будете носить ребенка на руках. Вверх по ступенькам можно, вниз нет. Это связано с тем, что вес большой у щенка, связки еще слабые и довольно-таки длинная спина. Ухаживать за бассет хаундом довольно просто. Ухода в большей мере требуют уши и глаза собаки. Как правильно, вам подскажет заводчик или ветеринар. Многие говорят, что когда собака кушает, уши у нее становятся грязными. У бассетов мы избежали такой проблемы. То есть это подставочка специальная для собаки. Мордочка попадает четко в миску, а уши вне миски. Поэтому, когда собачка кушает, уши она абсолютно не пачкает. Приходя с прогулки, надо обязательно протирать уши, протирать лапы. То есть по уходу за ушами раз в неделю специальными лосьонами тоже внутри протирается ушная раковина. Тогда никаких проблем с ушами нет. О бассет хаунде можно рассказывать бесконечно, и это все равно будет неполный рассказ. Как хорошая гончая, бассет хаунд никогда не отступает от своей цели. Как забавная игрушка, каждый день придумывает новые развлечения. Бассет хаунда можно описать лишь частично. С ним непросто. Эта собака не для всех. Но эта собака с грустными глазами может подарить вам столько любви, что все должны будут ответить с ним тем же, чтобы понять его, с ним надо прожить жизнь. Подводя итог, можно сказать, чтобы завести бассета, им надо заболеть. Потому что бассет хаунд – это как любовь с первого взгляда. Либо да, либо нет.